Сирийские власти категорически отвергают планы США и Турции создать безопасную зону на северо-востоке Сирии. Ранее две страны договорились открыть центр, чтобы координировать совместные операции по созданию буферной зоны и управлению ею. «Это опасный прецедент в международных отношениях, когда две страны договариваются о планировании и создании безопасной зоны в третьей стране». США предлагают создать вдоль сирийско-турецкой границы мирный коридор шириной 14 километров и длиной 400 километров. Турция настаивает на том, чтобы зона была шириной 30-40 километров и пролегала вдоль всей границы между ней и Сирией. К какому соглашению пришли стороны, пока неизвестно. Турецкие власти хотят, чтобы из буферной зоны были выведены все вооружённые отряды Высшего Курдского совета, которые участвуют в гражданской войне в Сирии. Они рассматривают их как союзников рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Если США не смогут договориться с Дамаском о создании буферной зоны, то Анкара намерена самостоятельно начать военные действия против курдских формирований в Сирии. На улицах Бишкека слышны звуки сирен и выстрелы. Сотни сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вступили в стычки с полицией после ареста политика. Как сообщается, Атамбаев сдался в руки правоохранителей в своём доме в пригороде Бишкека. Ранее там несколько дней продолжалось ожесточённое противостояние между его сторонниками и спецназом. Сам Атамбаев, общаясь с людьми, называл происходящее беспределом. «Потому что если они плюют на законы в отношении экс-президента Атамбаева, ну простых людей, конечно, они вот так будут, как вчера, как за баранов считают. Это надо остановить. Этот беспредел надо остановить». Нынешний президент Кыргызстана Сааран Байжиенбеков ранее говорил, что Атамбаева хотят доставить на допрос в качестве свидетеля по делу о коррупции. Однако теперь он обвиняет экс-президента в серьёзном преступлении. Он говорит, что по его вине в результате стычек погиб боец спецназа. В июне парламент страны направил в прокуратуру ряд обвинений в адрес Атамбаева. Его обвинили в коррупции. Затем депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Атамбаев помог Женбекову прийти к власти в 2017 году. Однако затем их отношения ухудшились. Опальный политик утверждает, что все обвинения в отношении него сфабрикованы. Противостояние между бывшим и нынешним лидерами грозит дестабилизировать ситуацию в стране, которое является одним из главных центров по добыче золота в регионе. Там также расположена российская военная авиабаза. В танзанийском городе Марагора массовые похороны хоронят людей, погибших здесь накануне в результате взрыва бензовоза. Власти предоставили деревянные гробы. Жертв более 60. Их было бы гораздо меньше, если бы местные жители не бросились собирать разлившиеся из перевернувшейся цистерны топливо. Ещё 70 человек пострадали. Число жертв может возрасти. У многих пострадавших серьёзные ожоги. По какой причине бензовоз перевернулся, не сообщается. Местный таксист рассказал, как ему удалось спастись, а вот его клиенту – нет. «Мы уже уезжали отсюда, но начался пожар. И мой пассажир упал в лужу с топливом. Он сгорел заживо». Город находится на западе Танзании, в 200 километрах от коммерческой столицы Дар-эс-Салама. Из-за трагедии правительство объявило трёхдневный траур. А президент страны призвал граждан перестать рисковать жизнью, воруя топливо. Прихожанин мечети в норвежском городе Берум рассказал, как ему удалось схватить мужчину, открывшего огонь по верующим. Инцидент произошёл в субботу. Молодой человек ворвался в мечеть и начал стрелять. В тот момент внутри было ещё два человека. Один был ранен. 65-летний Мохаммад бесстрашно бросился на нападавшего. «Он начал стрелять в обоих мужчин. Затем я его схватил». Мохаммад, бывший офицер ВВС, служил в Пакистане. Затем переехал в Норвегию. Сейчас он на пенсии. Он рассказал, что стрелка общими усилиями повалили на пол и держали до прибытия полиции. Тот сопротивлялся. «Он засунул свой палец мне в глаз. Вот сюда. Целый палец. Ещё он пинался». Нападавший задержан. Его также подозревают в убийстве своей 17-летней сестры. Её нашли застреленной в его доме. Полиция рассматривает нападение как возможный теракт. Она сообщает, что молодой человек в сети высказывал крайне правые взгляды и ругал мигрантов. «Мы можем сделать вывод, что подозреваемый придерживается крайне правых экстремистских взглядов. В связи с этим очевидно, что его поступок вызвал страх в обществе. Основываясь на его взглядах, которые он выражал онлайн, можно сказать, что мы расследуем попытку теракта». Норвежская полиция также сообщила, что повысила меры безопасности, поскольку тысячи мусульман в Норвегии собирались в мечетях для празднования Уроза-Байрама. Правительство Португалии установило лимит на объём продаваемого топлива на заправках. Это пришлось сделать из-за забастовки водителей бензовозов. Власти также распорядились, чтобы на некоторые заправки доставка топлива возобновилась. «Правительство сегодня утвердило электронную резолюцию Совета министров. Она признаёт необходимость установить минимальный объём услуг в связи с забастовкой водителей». Теперь водители смогут купить максимум 15 литров за раз на специальных станциях, где власти обеспечивают поставки. Для остальных заправок лимит установлен на уровне 25 литров на любой вид жидкого топлива. Водители объявили бессрочную стачку в понедельник, парализовав страну в пик туристического сезона. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Ранние переговоры с работодателями провалились. В настоящее время около трети заправок закрыты, поскольку топливо там закончилось. Впрочем, остальные работают без очередей. «Теперь я ограничу своё передвижение, поскольку не знаю, что будет дальше. В связи с этими забастовками я задаюсь вопросом, чего они смогут добиться. Пока они только вредят тем, кто работает каждый день». «Плохо. Не самое хорошее время для забастовки. Они ведут переговоры о том, что произойдёт только через два года. Время подобрали не очень хорошо». Подобный протест также прошёл в Португалии в апреле. Он стал самым крупным в своём роде за несколько лет. Тогда это вызвало критику в адрес социалистических властей страны. В индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра продолжаются сильные наводнения и оползни. Стихия уже унесла жизни 147 человек. Сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в лагерях временного проживания. В сильно затопленных районах не ходят поезда. «Живём на улице уже восемь дней. Дети тоже на улице. Как нам праздновать Курбан-Байрам? Весь Шау-Нагар затоплен. Наши вещи пострадали. Урожай уничтожен, а дети заболели». На возвышенностях спасаются не только люди. Вот такое зрелище можно было увидеть на затопленных улицах города Белгаум в штате Карнатака. Огромные рептилии отдыхают на крыше дома. В некоторых районах вода начала отступать, и люди могут вздохнуть с облегчением. «Вода отступила, но до этого была по плечи. В районе Эрнакулам обстановка нормализуется. Больше бояться нечего. Сейчас в регионе работает около 95 лагерей. Там разместилось около 16,5 тысяч человек. За последние несколько дней 72 лагеря мы уже закрыли». Наводнения в этот сезон дождей также сильно ударили по штатам Гуджарата, Сам и Бихар. Но там ущерб менее масштабный. Политический кризис, охвативший правительство Италии, набирает обороты. Вице-премьер страны Матио Сальвини, который также занимает пост главы МВД, призвал Сенат проголосовать за недоверие правительству Джузеппе Конте и сразу после этого провести досрочные выборы. Однако парламентарии отклонили его предложение. Конте выступит перед депутатами на тему политического кризиса 20 августа. Причём против предложения выступило движение «Пять звёзд» – партнёр Лиги Сальвини в правящей коалиции. Глава движения Луиджи Ди Майя ранее призывал сократить число депутатов и сенаторов, прежде чем проводить досрочные выборы. При этом в ходе дебатов Сальвини предлагал поддержать намерение Ди Майя сократить число депутатов в обмен на голосование о недоверии правительству. «Мы не боимся вставать с наших министерских кресел или с кресел Сената. Те, кто этого боится, умирают каждый день. А те, кто не боится, умирают только раз. До здравствует свобода, да здравствует Италия, да здравствует демократия». Движение «Пять звёзд» предлагает сократить число членов Палаты депутатов с 630 до 400, а сенаторов с 315 до 200. Парламент уже одобрил законопроект в первом чтении, однако второе намечено только на первую половину сентября. Матио Сальвини заявил, что депутатам не стоит так надолго откладывать важные вопросы, что им следует поработать в августе вместо каникул. Лихорадку Эбола больше нельзя считать неизлечимой болезнью. Так говорят учёные. Они создали два лекарства, которые повышают выживаемость пациентов до 90%. Препараты разработали американские специалисты. «У обоих лекарств один и тот же фундаментальный принцип – антитела создаются вне тела пациента, а затем их внутривенно вводят в организм. Они атакуют вирус Эбола, нейтрализуют его и препятствуют его распространению из клетки в клетку». Испытания проходили в Демократической республике Конго, где эпидемия лихорадки Эбола началась год назад. Длились они 9 месяцев. Учёные протестировали 4 препарата. Два из них оказались низкоэффективными и их использовать не будут. Два других созданы с использованием моноклональных антител, взятых у пациентов, которые выжили после заболевания вирусом Эбола. Эти лекарства теперь будут применять для лечения лихорадки во всех больницах ДР Конго. «Это даёт нам надежду. Раньше это была страшная болезнь, поскольку смертность достигала 65-70%. Если снизить её, то у людей, когда они заболеют, будет надежда на излечение, и они пойдут в больницу». Учёные отмечают, что высокая выживаемость зарегистрирована у пациентов, которые обратились в больницу на ранней стадии заболевания. Если люди приходят не сразу, то эффективность лечения снижается. Самая крупная вспышка лихорадки Эбола была в Западной Африке. Она началась в феврале 2014 года и завершилась в конце 2015-го. Болезнь унесла жизни более 11 тысяч человек. Во время текущей эпидемии в ДР Конго умерло по меньшей мере 1800 заболевших. В центральной части греческого острова ФБ ввели режим чрезвычайного положения. Здесь полыхает лесной пожар. Горит сосновый лес. Стена огня растянулась на 11 километров. Ситуацию осложняет сильный переменчивый ветер. «Это ужасно. Не описать. В этот раз просто катастрофа. Мы приехали сюда на отдых. Но если ситуация не изменится, мы уедем». «Мы напуганы. Боимся, что пожар спустится и сожжёт этот район, наши дома и нас». Жители четырёх деревень уже эвакуировали. В борьбе с огнём задействованы более 220 пожарных, шесть вертолётов и шесть самолётов. ФБ второй по величине остров Греции. Дым от пожаров уже достиг столицы Афин, который находится в 110 километрах западнее. В засушливые летние месяцы Греция постоянно страдает от лесных пожаров. На этой неделе власти страны предупредили людей о высоких рисках возгораний. Напомним, в июле прошлого года интенсивно распространяющийся огонь унёс жизни более ста человек в прибрежном городке Мати. В чилийском портовом городе Вальпараисе разбирают завалы на месте обрушения двух жилых домов и прилегающей лестницы. Погибших шестеро, и это число может возрасти. «Мы точно знаем, что под руинами этой стены находятся по меньшей мере четыре человека. Но точно узнать число погибших мы сможем только тогда, когда разберём завалы. А это очень сложная работа». По словам пожарных, в больницу также доставлены двое детей с телесными повреждениями. Кроме того, местные СМИ сообщают, что перед обрушением на лестнице стояло около 15 подростков. Трагедия произошла в восьмом часу вечера. Причина обрушения домов остаётся неизвестной. Некоторые родственники погибших винят плохое состояние построек. «Я дочь погибшей. Бабушка – хозяйка этого здания. Никогда его не ремонтировала. И вот теперь моя мать под завалом. Мы говорили хозяйке, но она ничего не делала. Не знаю, где она теперь». Дома обрушились в старинном квартале города, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они располагались на холме Беловиста. Если Китай хочет вести переговоры о торговом соглашении с США, то сначала он должен по-человечески разрешить ситуацию в Гонконге. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём твиттер в среду. Свой пост он адресовал лидеру КНР. «У меня нет никаких сомнений, что если президент Си захочет быстро и по-человечески решить проблему Гонконга, то он сможет это сделать», – написал американский президент. Затем Дональд Трамп предположил, что его личная встреча с Си Цзиньпином поможет решить этот вопрос. Много недель в Гонконге продолжаются продемократические протесты с требованием отменить планируемый закон об экстрадиции. Он позволил бы высылать подозреваемых для суда в материковой Китай. Кроме того, протестующие требуют свободных выборов, больше демократических свобод и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Протесты сопровождаются ожесточёнными стычками с полицией, которую жители региона обвиняют в чрезмерном применении силы. Ранее в среду Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что вдоль гонконгской границы наблюдается перемещение китайских военизированных сил. После двух дней ожесточённого противостояния в гонконгском аэропорту власти Китая назвали протестное движение в Гонконге «околотеррористическим». Между тем, США призвали власти Гонконга уважать свободу слова, а также издали предупреждения для американских туристов, согласно которому при посещении региона необходимо соблюдать осторожность. Президент Аргентины Маурисио Макри представил планы экстренных экономических мер. Среди них снижение налога на прибыль для рабочих и увеличение субсидий в сферу социальной помощи. Также он пообещал заморозить цены на газ. «Эти меры облегчат ситуацию 17 миллионов рабочих и их семей, а также всех мелких и средних компаний, которые в настоящее время находятся вне определённости». Президент пытается остановить панику на фондовых биржах и резкое падение курса аргентинского Песа. Впрочем, своим заявлением полностью успокоить инвесторов Макри не смог. Песа продолжила падение третий день подряд из-за опасений по поводу усугубляющейся рецессии и высокой инфляции. Обстановка на рынках также пошатнулась после предварительных выборов в Аргентине. На них действующий президент уступил своему сопернику от оппозиции соратнику экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Это напугало инвесторов, поскольку они не хотят возвращения в эпоху контроля за движением капитала. Макри сказал, что прокладывает дорогу к сокращению налогов для двух миллионов рабочих. Он обещает выплачивать по тысяче песа на каждого ребёнка в семье, где родители безработные. К концу года он также хочет увеличить минимальную зарплату. Некоторые жители Буэнос-Айреса говорят, что меры недостаточные и запоздавшие. «Это нужно было сделать ещё давно. Такое ощущение, что он просто забыл о людях. Думаю, он вообще впервые обратился к народу. Раньше он всегда обращался к рынкам. Он пытается исправить ситуацию, которую уже невозможно исправить». Президентские выборы намечены в Аргентине на октябрь.